Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Козерог, 22 декабря, 20 января. В этот период проявите заботу о коленях, зубах и опорно-двигательном аппарате. 22 декабря, день Анны. Сегодня отмечают зачатие святой богопраматери Анны, которая зачала святую Богородицу. Господь послал ангела своего к праведным Иакиму и Анне, чтобы тот предвозвестил о зачатии бесчадной и неплодной Анны и о рождении ее девы. Анна вместе со своим мужем Иакимом долго не могли зачать ребенка. А когда они находились в преклонном возрасте, ангел сообщил, что они станут родителями. Анна и Иаким решили, что отдадут дочь в храм для служения Богу. На Анну приходится самый короткий день в году, а также наблюдается самый сильный мороз в декабре. Этот день считали своим праздником пчеловоды. Утром они приходили в омшанники, осматривали их состояние и читали особые заговоры на здоровье пчел. Согласно верованиям, это помогало в следующем году получить много меда. Старались из дома не выходить, особенно вечером, поскольку сейчас хищные звери, например, волки, собирались в стаи и могли напасть на одинокого человека. Сегодняшний день имел особое значение как время борьбы сил света с силой тьмы. Наши предки обращались к красному солнышку, славили его, просили, чтобы холодные дни поскорее закончились, считали, что сегодня солнце умирает и вновь возрождается. Приметы. Если сегодня хорошая погода, 31 января она будет такой же. Если сегодня инии на деревьях будут пасмурно под Новый год. Беременным женщинам сегодня запрещалось разжигать огонь и выполнять любую работу, чтобы не навредить будущему ребенку. Если сегодня снег лежит вплотную к изгороди, будет плохое лето. Просветы предвещают богатые урожаи. Беременные сегодня должны поститься. В другие дни это не обязательно. Сегодня нельзя встречаться с больными или увечными людьми. Ребенок может родиться больным. Беременным сегодня нельзя переступать острые предметы и упряжь. Ребенок может родиться больным или возникнут осложнения во время родов. Геннадий Петрович, вот в целебной кулинарии есть ли такой раздел, как правильно и целебно голодать? Потому что разговоров об этом много. Кто-то делает это для того, чтобы почувствовать в себе новые силы. Открылись, чтобы у него творческие каналы. Кто-то делает для того, чтобы себя почистить, как они говорят. Кто-то делает для того, чтобы постройнеть. Я заинтересовалась. Что это за феномен, да? Просто так, вот я сегодня не ем, завтра не ем и послезавтра не ем. Это же целый процесс. Вот именно, это целый процесс, и его необходимо провести правильно. И существует у тех людей, которые голодают регулярно, которые познали целебные свойства голода, у них существует такая пословица. Голод не тетка, а родная мать. И почему так? Дело в том, что когда человек... Что такое вообще болезнь, что такое расстройство? Это происходит у человека какое-то напряжение внутреннее, какие-то появляются эмоции, какие-то появляются расстройства энергетики, психики и всего. И это вливается либо в болезнь, либо ещё во что-то. Так вот, голодание позволяет, это удивительный процесс, вот эти все различные болезнетворные явления в организме почистит, начиная с уровня сознания. И знаешь, какой интересный феномен? Одно дело, человек болеет, и он лечится таблетками, и как бы сказать, вот хочет выздороветь, да? Ну а сознание, естественно, там он думает о зарплате, думает о семье, думает о любимой, о любимых, ну кто как. Есть о чём подумать, да. Есть о чём подумать. Так вот, когда человек начинает голодать, вот эти все процессы по сравнению с чувством защищения самой жизни становятся настолько мелочные, что он о них и как-то не вспоминает, и они исчезают сами собой. То есть эмоциональный вот этот фон, который гложет человека, он уходит на голоде. Ну да, понятно. Ни о чём думать не можешь, как о еде. Вот, смотри, ни о чём думать не можешь, как о еде. И оказывается, организм входит в процесс голодания, и сначала в первые три дня, три-четыре дня, это я на себе знаю, происходит процесс возбуждения, действительно пищевое возбуждение. Хочется есть, хочется что-то там такое, такое-такое, но если ты понимаешь, да, чего ты голодаешь, и умственно это только раз, закрываешь для себя, то есть, можно сказать, перетерпев, организм входит в иной режим функционирования, голод исчезает, это очень удивительное явление, вот, ты, как ни в чём не бывало, значит, живёшь, и просто-напросто, ну, потихонечку идёт, как бы сказать, просто ослабление организма. Но мы с тобой поговорим, я так понимаю, в небольших сроках голодания. Вот, меня пугает фраза, что первые три-четыре дня есть, хочется, а потом, а сколько же это голодает? Какой минимальный срок? Минимальный срок может быть даже полсуток. Ну, как раз день, да, потому что сутки, это ещё ночь. Вот, и для того, чтобы, будем говорить, капитально почистить свой организм, хорошенько войти в голодание, очень важно, будем говорить, вот это сделать в ход. Игорь Петрович, дайте я повторю, чтобы я была уверена, что я вас поняла. Правильно, правильно. И вы поймёте, что я услышала вас корректно. Любой срок голодания, минимальный, один день, то есть одни сутки, следующий шаг, это там, ну, три, как-то, мне кажется, два не голодают, или тоже голодают. Ну, вот сутки или трое, да? Ну, можно. Попробуй сказать себе, что ты три дня не ешь. Начинает действительно вот этот жор. Это трёхдневное голодание поможет мне очиститься от негативного эмоционального фона, от переживаний, да? Во многом начнёт работать. Не для того, чтобы полностью, как бы, очиститься, это довольно-таки надо семь, там, две недели, но уже, будем говорить, из-за того, что человек настраивается на вот эту работу на сутки хотя бы, потому что мне труднее всего было настроиться на сутки, убедить самого себя, что я могу обойти без еды сутки всего лишь на сутки. Так вот, давай сначала поговорим о суточном голодании. Как лучше всего его провести? Вот некоторые говорят, там, клизмы очистительные делать, другие говорят, надо, там, почиститься с помощью, значит, солевого, там, слабительного. Различные методы говорят, да, это можно делать, но более физиологично, перед тем, как мы, допустим, завтра будем голодать в течение всего дня и ночи, да, последние два приёма пищи так провести, чтобы они, в первую очередь, не нагружали наш организм, а, в вторую очередь, способствовали вбиранию шлаков и, значит, очищали. То есть, это лучше всего, он говорит, съесть клетчатку. А за сколько до сна? Ну, хоть до сна будем, пусть этот салатик… Ну, да. Чтобы заснуть прямо сразу. Да, за час. Хорошо. Вот, салат называется метёлка. Метёлки, значит, бывают, он говорит, разные эти салаты. Смотри, один из самых таких простых, но довольно-таки грубых салатов метёлок – это у нас будет морковка и капуста. Больше ничего не надо особо. Мы берём здесь, можно, конечно, на более мелкой тёрочке, ну, вот, например, вот такой, и пошли. Мы натираем одну морковочку. Сейчас мы это натираем. Вот смотри, что делает морковь. Ну, в первую очередь, это благодаря тому, что здесь клетчаточка, уже никакого застоя там не будет в работе желудочно-кишечного тракта, да. Уже, если какие-то изменения есть в связи с этой оболочкой, она их подлечит. И вдобавок, значит, когда мы будем уже даже выходить после того, как поголодали, у нас там будет объём, который, как бы сказать, побудет организм сработать на опорожнение. Это что же важно? Потому что после голодания человек не ест, не ест, у него там каловые массы могут, ну, будем говорить, превратиться в камень, и поэтому могут образоваться даже каловые камни. Зачем это надо? Чтоб этого не было, обязательно клетчаточка. Смотри, опа, мы с вами потерли. О! Даже половину морковки. Да, даже половину морковки. Теперь мы берём капусточку. Вот капусточку можно потереть на более крупной тёрочке. Не режем, а трем? Я лучше... Патру, да? Да, потру. И смотри, вот у нас какая. Нормально? Отлично. Вот, вот, более крупненькая. То есть здесь можно использовать, когда с капустой, тёрочку побольше. Почему? Потому что она мягче, клетчатка не такая у неё грубая, как у морковки. Вот, и мы потёрли, потёрли. Слышишь вот запах? Двадцать шестые лунные сутки. Второй день Икадаши. Энергетика этих лунных суток мощная, возбуждающая. Именно поэтому этот день считается критическим. Ни в коем случае сегодня нельзя сосредотачиваться на повседневных заботах. Лучше всего эту огромную энергетику направят на своё созидание. Например, на 24-х, либо 36-ти часовой голод. Пусть она обновит и очистит тело. А сознание успокоит. Кстати, сегодня сторонитесь суетливых мелочных людей. Иначе они могут втянуть вас в ненужные разборки и испортить настроение. Что касается физической новороски, то она должна быть спокойна и приятна. Погуляйте с приятным для вас человеком. Пообщайтесь о возвышенные темы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok